МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа «Республика» в студии Алексей Андреев. Как обеспечить устойчивое развитие экономики и социальной сферы Республики в 2015 году? Эту тему обсуждают сейчас во всех муниципалитетах вместе с депутатами, главами сельских поселений и лидерами общественного мнения. Очередная рабочая встреча состоялась в Красноармейском районе. Ситуация в Республике непростая. Дефицит бюджета составляет 3 миллиарда рублей. Значительно снизились доходы с акцизов на алкогольную продукцию, налоги на доходы физических лиц и другие виды налогов. Однако в Чувашии уже расставлены приоритеты и принят план действий по обеспечению стабильности в столь изменчивой финансовой обстановке. В нем предусмотрено 77 пунктов. Назначены сроки и ответственные. На днях принято решение о выделении Чувашской Республики дополнительных средств из федерального бюджета. Общая сумма этих расходов составляет 566 миллионов рублей. Дополнительно придут к нам в Республику на дорожную деятельность. Из них 10-20 миллионов рублей на строительство новых социально значимых проектов. Здесь необходимо отметить, что на эти цели выделено федеральных ресурсов только 19 субъектов Российской Федерации, в том числе в Чувашской Республике. Планы Республики формируются из планов муниципалитетов. Так что часть привлеченных средств идет в Красноармейский район на строительство дорог с учетом новых стандартов для дорог с наименьшей интенсивностью движения. Это позволит в разы увеличить объемы строительства. Приоритетными останутся расходы на сельское хозяйство. Из положительных моментов хочется отметить то, что все-таки в районе растут посевные площади, если мы сравниваем с республикой. Растет производство зерна. В частности, в прошлом году производство зерна составило более 32 тысяч тонн. Это, можно сказать, рекордный урожай за последние 18 лет. 36 тысяч тонн в Красноармейском районе был в 1596 году. Именно на сельское хозяйство глава Чувашии предложил сделать упор. Цены на эту продукцию сегодня сложились самые благоприятные. А это значит, что продавая излишки со своих личных подсобных хозяйств, аграрии могут значительно пополнить свой семейный бюджет. Как и везде на подобных встречах звучали вопросы, будет ли глава республики волонтироваться на новый срок. Отдельные граждане даже сочиняли стихи по этому поводу. Дорогой Михаил Васильевич, мы желаем вам от души, чтобы ваши все мечты исполнения нашли, чтобы здоровье было крепким, счастьем полнилась ваша семья, чтобы всегда вас окружали только верные друзья. После обсуждения итогов социально-экономического развития района состоялось торжественное собрание по поводу 80-летия образования Красноармейского района. Праздник прошел по всем канонам, с песнями и плясками. Жители увидели видеофильм об истории родного края. А по случаю юбилея Михаил Игнатьев вручил награды и благодарности. Ветераны Великой Отечественной войны получили юбилейные медали. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика. Красноармейский район богат талантливыми людьми. Звание почетный гражданин удостоились народный поэт Чувашии Юрий Семендер, участник Великой Отечественной войны, бывший заместитель председателя райисполкома Михаил Прохоров, посмертно народный художник Чувашии Ильи Юрьев. В завершении награждения глава Чувашии добавил, люди неоднократно обращались с просьбой о праздновании дня рождения Эльи Юрьева в масштабах республики. Эту инициативу Михаил Игнатьев поддержал. Вот в один год, когда вот юбилейная дата в ближайшее время будет, мы по указу главы Чувашской республики будем отмечать день рождения Эльи Юрьева, потому что государственный герб и государственный флаг изобрел он, он является автором. Кто вот это решение поддержит, я прошу аплодисментами подтвердить. Очень значимое заявление главы по этому поводу. 2016 год – это год юбилейный для Эльи Михаиловича Юрьева. Ему исполнилось бы 80 лет, но я думаю, он как был молодым, остался, так и он остается, потому что на каждом шагу мы видим его труды. Даже вот здесь вот мы только проехали, решетки – это его. Но герб и флаг, что говорить об этом? Это символы, по которым нас узнают, нашу Чувашию родную, на всем земном шаре. Напомним, в начале 90-х годов прошлого века, вслед за принятием декларации о государственном суверенитете Чувашской республики, встал вопрос о пересмотре символики. Конкурс на лучший проект герба и флага продолжался два года. Победили в нем эскизы художника-геральдиста Элли Юрьева. Он, кстати, был первым в России, кто решился использовать национальный орнамент не в качестве декоративных элементов, а как самостоятельные геральдические символы. Древо жизни и солярные звезды из чувашской вышивки легли и на полотнище нашего флага. Элли Юрьев – автор гербов и многих других муниципальных образований Чувашии. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика. Вопросы повышения доходов консолидированного бюджета Чувашской республики обсудили на очередном заседании Межведомственной комиссии при главе Чувашии. Михаил Игнатьев в начале совещания сообщил о мерах, предпринятых для уменьшения бюджетной нагрузки. Приостановлено начало строительства некоторых объектов, разумеется, кроме детских образовательных учреждений. Это что касается сокращения расходов. Основное внимание сосредоточено на пополнении доходной части. Между тем, задолженность по НДФЛ на 1 марта составила 450 миллионов рублей. Из них долг по обанкротившимся налогоплательщикам – 246 миллионов. По состоянию на 1 марта 2015 года поступление налога на доходы физических лиц произведено в сумме практически 1,4 миллиарда рублей, или 92,2% к аналогичному периоду прошлого года. Темпы поступления НДФЛ ниже аналогичного периода прошлого года, отмеченные в администрации городов Чебоксары – это всего 88%, в городе Канаж – 84,5%, в Шумерле – 99%, в Алатарском районе – 82% и так далее. Как отметил глава республики, невозможно без конца оптимизировать расходы. Необходимо искать дополнительные источники пополнения доходной части бюджета. Основное внимание и поддержка предпринимателям, которые решатся открыть новое дело или расширить имеющееся производство, обеспечив тем самым новые рабочие места и налоговые отчисления. Пока же их количество сокращается по отчетам пенсионного фонда. Нам удалось сейчас завершить отчетную кампанию, проанализировать итоги 2014 года. По данным нам представили отчетность 24,8 тысяч платежчиков, из них с начислением страховых взносов 70,2%. Остальные отчитались как неведущие финансово-хозяйственные деятельности. К сожалению, на 1,6% вот этот последний показатель увеличился. В этом году большое внимание будет уделяться поиску внутренних ресурсов и максимальному использованию потенциала муниципалитетов. Это касается и налоговых поступлений. Кстати, по отчетам самих муниципалитетов выпадающих доходов не ожидается. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика. Навязывание автовладельцам дополнительных услуг в сфере страхования стало основной темой брифинга, который состоялся сегодня в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Чувашии. Там побывала и наша съемочная группа. Эта негативная тенденция обозначилась еще в прошлом году. В Уфа собратилось почти 200 человек. Они посчитали, что при заключении договоров страхования ОСАГО были нарушены их права. С начала этого года 70 автовладельцев обратились в ведомство с заявлениями на незаконное действие только одной компании «Росгострах». В отношении ее не раз были вынесены предписания о нарушении закона и выписаны соответствующие штрафы. Общество было привлечено к административной ответственности за неисполнение предписания. Если гражданин, жители республики отказываются от иных видов страхования, не отказывать ему в страховании ОСАГО. Это вот один блок предписания. Второй блок – вернуть все те суммы, которые ими получены при страховании ОСАГО, как мы говорим, незаконно. Данные предписания компании до сих пор не выполнены. В дело вмешалась прокуратура. Слишком много стало обращений на этот счет. К ней подключились Роспотребнадзор, Центробанк и Уфас. Вот их рекомендации по этому поводу. Для того, чтобы получить страховку, именно нужно не позднее месяца обращаться. Не позднее месяца до истечения страховки. Когда уже столкнулись с тем, что истекло, то или ждать месяц после подачи заявления, или соглашаться на иные дополнительные виды страхования и потом уже с них взыскивать. В управлении Федеральной антимонопольной службы надеются, что совсем скоро ситуация изменится. Ведь автовладельцы поняли, что закон на их стороне, и они будут отстаивать свои права в суде. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика. Очередь за Новочебоксарском. Накануне в городе спутники подвели итоги социально-экономического развития. Чем отличается муниципалитет? И каких оценок заслужили местные власти, узнавал Дмитрий Ковалев. В фойе администрации города первых лиц региона встречала одаренная молодежь. Эти юные музыканты – настоящие виртуозы. Ребята часто выезжают с концертами в другие города и занимают прозовые места на фестивалях. А ученики этого кадетского класса уже начали готовить подарки ко Дню Победы. Сейчас ребята мастерят журавлей из бумаги, подделки крепят на специальные стенды. Уже весной их планируют собрать на выставке. Эту выставку не случайно назвали «Город для жизни». Самый молодой муниципалитет республики развивается успешно, отметил глава региона Михаил Игнатьев, открывая заседание. Буквально последние шесть месяцев, начиная с октября, столько здесь гостей побывало, достойно вы их встретили. Они по сей день выражают слова благодарности. Я хочу выразить вот на таком активе вам слова благодарности за ваш ответственный труд на благо горожан. В Новочебоксарске активно ремонтируют дороги и дворы, хотя раньше это была самая больная тема муниципалитета. Уже завершены работы по 40 адресам, но программу будут реализовывать и дальше. Необходимо задуматься и о замене остановочных павильонов. Здесь на помощь уже готовы прийти инвесторы. Своими финансами, наверное, мы не вытянем, но вот, наверное, благодаря вот таким предложениям, которые, Владимир Чаилович, вы вносите с точки зрения, например, установить за ваш счет остановку на дороге, я думаю, что мы воспользуемся этими предложениями. И еще часть там, где возможно с коммуникацией установить нестационарные торговые точки вместе с павильонами, наверное, мы пойдем по этому пути. Думаю, что в ближайшее время программа будет разработана. Сейчас Новочебоксарск активно вкладывает инвестиции в основной капитал, а заводы увеличивают в разы объемы отгруженной продукции. По этим показателям город даже занимает второе место среди других муниципалитетов. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг по обрабатывающим предприятиям за 2014 год составил 18 миллиардов рублей. Рост по сравнению с 2013 годом 101%. В городе сейчас зафиксированы самый низкий уровень безработицы. Такой результат вполне ожидаем. За последние годы в Новочебоксарске было открыто три новых завода. Эту стабильность необходимо сохранить, подытожил глава региона. По традиции на подобных встречах с активом города чествуют и его жителей. Героями этого дня вновь стали ветераны. Михаил Игнатьев вручил им юбилейные медали. Медрик Ковалев, Алена Алтухова и Расиль Мухаммедов. Республика. Сейчас с сугробами борется весна. Ну а зимой помимо коммунальщиков с ними боролись жители столицы Чувашии. По инициативе администрации города в Чебоксарах проходила акция «Стоп сугроб». Как выяснилось, эту практику отметили на федеральном уровне. Акцию «Стоп сугроб» объявили в январе этого года. Жители Чебоксара могли заявить о том, что ту или иную территорию коммунальные службы убирают ненадлежащим образом. Для этого нужно было сфотографировать неубранные сугробы, указать адрес, дату съемки и отправить на специальный электронный ящик. Далее следовала проверка адреса, принимались меры. В ходе акции в городадминистрацию поступили сотни писем, а инициативу чебоксарских властей оценили представители проекта реформы ЖКХ в России в качестве одной из успешных практик сотрудничества граждан и органов власти. Теперь акция «Стоп сугроб» будет рекомендована для проведения во всех городах России. Еще каких-то пару месяцев и школьники республики дружно заполнят загородные оздоровительные лагеря Чувашии. Но прием заявлений на приобретение путевок начнется уже 21 марта. Сейчас решаются организационно-технические вопросы. Как идет подготовка к старту узнавала Юлия Важенина. Желающих попасть на летние каникулы в загородный лагерь, хоть отбавляй, в городе делать нечего. Уже третий год ускоряет процесс и облегчает жизнь родителям возможность подать заявку на отдых в электронном виде. В этом году такая кампания стартует 21 марта. Чтобы разгрузить автоматизированную систему в час с пик, прием заявок пройдет в три этапа. Стартует поэтапно. Запись детских оздоровительных лагеря. Значит, первый этап пройдет 21 марта. Это запись детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Потом 28 марта, тоже в субботу будет запись детей, которые обучаются в районах, городах Чувашской республики, за исключением города Чебоксары и Новочебоксарской. Как обычно, наибольшее число желающих – это у нас в городе Чебоксары и Новочебоксарск. Там запись в детских оздоровительных лагерях будет осуществляться 4 апреля. Правда, каждый год мы вносим изменения для того, чтобы избежать тех нюансов, для того, чтобы не было сбоев при записи. Программа работает таким образом, что по мере поступления заявления вставляется, если предыдущий, тот, который подал раньше заявление, отказывается, то, естественно, очередь продвигается, но это дается следующим. То есть практически таких сбоев, когда без очереди не было. Многие детские лагеря сейчас разнообразят досуг ребят, создаются даже профильные смены. Например, для детей школ искусств готовится фестиваль мозаика творчества. Он пройдет на базе лагеря «Звездный». В лагере «Рекрут» на базе «Долл Романтика» можно будет совершенствовать военно-прикладные навыки. Готовятся смены для юных экологов, будущих айтишников и других одаренных детей. Курирует это направление Центр молодежных инициатив, а заявление будут принимать специально обученные операторы. В заявление вносится информация о паспортных данных родителя и свидетельстве о рождении или паспорте ребенка. Именно поэтому система исключает повторный ввод одного и того же ребенка для приобретения путевки. Согласно порядку предоставления путевок, путевку в загородный лагерь ребенок может приобрести однократно в течение года. Поэтому мы должны обязательно исключить такой коррупциогенный фактор, как приобретение несколько раз путевки в разные лагеря. Если оператор четко вводит данные безошибочно, это полностью исключает эту возможность. Здесь, конечно же, большую роль играет человеческий фактор. Но, как показала практика, в прошлом году операторы сработали четко и повторных заявлений в лагеря не было. Для того, чтобы поддать заявку родителям, достаточно прийти в школу, где учится их ребенок с документами и заполнить заявление. Кстати, эта система будет работать вплоть до окончания летней оздоровительной кампании. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика. В это воскресенье отметят свой профессиональный праздник работники бытового обслуживания и ЖКХ. По этому случаю в филармонии состоялось торжественное мероприятие. На профессиональном празднике побывала и наша съемочная группа. Работа 24 часа в сутки в любую погоду. Важнее и ответственнее сферы нет. Сегодня об этом не только говорили первые лица города. От вашей ежедневной круглосуточной работы зависит и тепло, и уют нашего жилища, и чистота благоустроенных наших улиц. От вашего труда зависит качество жизни наших горожан. Выразаем вам слова признательности и благодарности за ваш труд. Спасибо вам большое. Здоровья, благополучия, удачи. А самое главное – уверенности в завтрашнем дне. Вы оказываете услуги, которые нужны. Это самое главное. Поэтому хочу пожелать вам ваш профессиональный праздник, хороших потребителей, чтобы вы оказывали качественные услуги. По традиции лучшие работники получили грамоты и благодарности. Причем в числе отличившихся как ветерану отрасли, так и молодежь. Юрий Николаев получает награду не в первый раз. За 30 лет работы на дорогах родного города поводов было много. На празднике были подведены итоги столичного конкурса «Дом образцового содержания». Победителями стали три дома. Номер 15 – корпус 1 и номер 5 по улице Ярмарочная и номер 6 по улице 139-й стрелковой дивизии. Свою порцию похвалы получили и трудовые династии. Их любовь к профессии передается из поколения в поколение. Такие семьи всегда являются гордостью любого коллектива. Татьяна Леонтьева, Рассель Мухаммедов, Республика. Суббота, 14 марта объявлен в Республике Единым днем здоровья. Это означает, что бассейны, тренажерные и спортивные залы и вообще все муниципальные спортивные учреждения жители Республики смогут посетить бесплатно. Не упустите возможность. Следующий день здоровья запланирован только на 18 апреля. Активных вам выходных и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин